...это в Гурютовске, на базе ЦРБ, это в городе Михайловке, и в Каховщине, говорилось о 5-ти нет. Но пока что есть 3-ти, и в этой части я возвращаюсь вот к тому немножко обиженному направлению Элистинскому и Ростовскому, с одной стороны, и в наших задумках, где, в принципе, не предусмотрено пока такого рода серьезных инвестиций в систему здравоохранения. Но я предложила, и меня поддержали опять-таки наши коллеги из фракции «Единая Россия», и я думаю, что мы не будем ждать, пока будет еще одна программа модернизации, в область придет еще там 5-7 миллиардов, допустим, через 5-7 лет, потому что люди болеют сегодня, и надо помогать, надо учиться вовремя ставить диагнозы для того, чтобы можно было в своевременно принять какие-то терапевтические меры. Так вот, есть ряд регионов, которые практикуют передвижные амбулатории. Когда прибор до каждого хутора доезжает в составе и терапевта, и окулиста, и с аппаратом музея, и с мамогрфом, и позволяет на месте, не тратя дополнительных средств на перемещение, все абсолютно бесплатно, в рамках обязательного медицинского страхования пройти обследование. И это тогда нам поможет решить проблему и онкологическую, в том числе, потому что ранняя диагностика – это самый высокий, скажем так, шанс на выздоровление. То есть, если рана выявили патологию, она подлежит коррекции. Вот вы уже упомянули о том, что сельские территории...